А коня он пристроил? Ну, естественно, к Мэнни. Туда, в эту конюшню. Ну, а там выходит баба, которая ему быстро объясняет, как жизнь устроена. Ну, наверное, так тоже бывает. Он же неудачно с ней говорил в начальных эпизодах, когда пытался выяснить насчет Мэнни. Типа он детектив. Да, представился. А она по его внешнему виду сразу все поняла, что непростой он товарищ. Особенно по кольцу. И в этом эпизоде она говорит, что я даю вам всего лишь неделю, чтобы вы там с этим разобрались. Хотя он сказал, потряс перед ней купюрами, что тут вообще... Она говорит, я бизнесом тут занимаюсь. Но она показывает, кто тут главный. Это не ты. Но он говорит, что бизнес-то, я думал, типа, ради этого. То есть, у меня есть чем заплатить. А почему она его ограничивает? Она показывает, кто тут главный. То есть, по уму... Ну, это какая-то такая... Если у вас есть место... Ну, в этом стойле какая-то эта камера, то чего туда коня-то не поставить? Если он не заразный, не больной, тебе деньги платить будут. И у меня есть ряд знакомых, которые лошадей сильно любят. И они... Ну, это ж не твоя конюшня. Да, возле меня там есть. Можешь купить лошадя. Дома их никто не держит. Их в конюшнях надо держать лошадей. И там какая-то абонентская плата. Сам приходи его там, это, щетками наяривай. Холь, оглаживай, чеши, катайся на нем. Но содержится он вот тут. И это такая платная... У нас, во всяком случае, это абсолютно нормально. А тут, с моей точки зрения, она просто показывает, кто здесь главный. Не ты. Нахер через неделю. Да, и пошла, крутя жопой. У тебя последний шанс.